Всем привет! Сегодня у нас на сервисе планшет GoClever Tab 7500 Вот я вам попробую его показать Значит, какая проблема с ним, это у него разбитый экран, нет сенсор Вот вам попробую показать Батарея разряжена, уже выключилась Нам надо его заменить будет И для этой процедуры нам надо его разобрать Значит, тут разбирается он очень просто Есть два болтика, которые мы выкручиваем И сам планшет, он состоит из двух частей Это пластиковая крышка, которая досит Ну, очень неплохо, одним словом Состыковывается Друг с другом Значит, берем пластиковую карту Вот вы видите И снимаем Или, как-то правильно сказать, отщелкиваем защелки Вот так Сам пластик крышки не коцается, не царапается Вот так Задняя крышка у нас Крепится тут динамик И что у нас тут есть Так, значит, у нас тут Аккумуляторная батарея Она приклеена к самому экрану Плата Материнская планшета Ну и начинаем разбирать дальше Значит Отсоединяем шлейф экрана Вот так Тут у нас еще один шлейф Это Потом посмотрим, что там подключается Аккуратно его вытаскиваем Есть И Тут у нас скотчем Приклеен еще один Шлейф Вот так покажу Открываем И вытаскиваем Так Освободили мы Плату И Тут у нас есть еще крепление тоже Раз Два Больше не вижу болтика Которые Держат ее на экране Хочу обратить внимание Что В китайских планшетах Вот подобных Там Сам Сама модель монитора Экрана может быть Совсем другая Я вам покажу Какая тут находится Вот видите Но Так как это китаец То к нему подходит Вот такой вот экран Который мы будем менять И его модель Я вот записал на карточке Чтобы вам Показать Они все совместимые И Нормально работают Без проблем Поэтому Зацикливаться и искать Только эту модель Экрана Не нужно Также Если вам Будет необходимо То у нас Можно заказать Такие экраны Я думаю Что Мы сможем Вам его Привезти Для заказа Просто пишите Внизу В комментариях Или В личные сообщения Как вам будет Удобно Так Отсоединяем Аккуратно Плату Вот так Вот этим шлифом Подключается Камера И Реально Можно было Его и не отключать Но Так как мы Его не знали Что он там Ничего страшного Так Поправим Дезиночку На микрофоне Так Вот так Вот все Расложим Так Видно В кадре Видно Вот Значит тут Боковые Стенки Экрана У нас Заклеены Матерчатым Скотчем Попробуем Сейчас его Аккуратно Снять Посмотрим Что из этого Выйдет Значит так Отрывается Вроде нормально Я так понимаю Он тут нужен Для того Чтобы пыль Не попадала Между экраном И сенсором Так Аккуратно Его где нибудь Приклеиваем Потом Его используем Назад И с другой Стороны Так И тут Есть Так Смотрим Дальше Как у нас Излетается Сам экран Так Значит Вот это У нас Это сенсор А это У нас Шлейф Экрана Ну давайте Попробуем Значит Излекается Он Легко Он тут Просто Стоит На Резиновых Таких Оплотнительных Ножках Так Тут Тут Надо было Нам Оторвать И этот Скотч Тут Он даже Еще не Скотч А залит Еще Каким То Клеем Так Вот так Чтобы Укады Мы были Значит Тут Давайте Попробуем Вот так Вот его Вытянуть И Эту поверхность Мы перевернем Чтобы В пыль Не попадала И мы Там Потом Не вытирали Его Тяжело Этот Сенсор Изнутри Так Теперь У нас Задача Это Снять Аккуратно Батарею С экрана Так Чем Это Попробовать Там Есть Какая-то Клейкая Масса Типа Влеток Подозревает Это Двухсторонний Скотч Снимаем Его Очень аккуратно Чтобы не повредить Саму упаковку Батареи Так Она Приклеена У нас Только Фактически По центру Братья-китайцы Хорошо Можно Попробовать Легонько Нагреть Сам экран Термофаном Чтобы Размягчить Саму Сам скотч Так Так Экран У нас Уже И так Разбит Можно Попробовать Так Пускай Пока Погреется Снимем Накладочки Так И мы можем Даже Разобрать Экран Он Тут Разбирается Тоже Очень Просто Отщелкивается Верхняя Панель Она Держится Только На Защелочках Таких Металлических Попробую Попробую Показать Так Тут Тоже Так Вот Так Вот Есть в любом экране И Любой экран Можно Разобрать И даже Заменить Лампу Или Светлодиодную Подсветку Вот Попробую Показать Вот Так Вот Видно Как Он Выглядит Разбитым Это Тут Стоит Значит Матовая Подсветка Аккуратно Извлекаем Вот Вот Так Вот Мы Разобрали Экран И Теперь Мы Можем Спокойно Прогреть Двухсторонний Скотч Который Находится Снизу Но Тоже Нам Надо Смотреть Так Чтобы Мы Не Перегрели Саму Батарею И Она У нас Не Взорвалась Или Не Вышла Из Троя Поэтому Это Надо Делать С Чутьем Так И Пробуем Как У нас Он Тут Отклеивается Вот Таким Образом Выглядит Батарея Как Мы Сняли Убираем Остатки Скотча Так Проверяем Не порвался Нигде Защитная Пленка Батарея Все нормально Вот Можно Устанавливать Новый Экран Так Тут У нас Со Старого Экрана Вот Осталась Резинка Уплотнительная И Аккуратно Снимаем Так И Ее Надо Будет Наклеить На Новый Экран Смотрим На Рамку Примерно Куда Нам Надо Ее Наклеить Так Есть Еще Одно Устанавливаем Установили Экран Экран Так Ставим Уплотнители На место Так Устанавливаем Плату Прикручиваем Болтиками Болтиками На место Подключаем Наши Шлифы Для удобства Можно использовать Вот такой Пинцет Поставили до конца И закрыли Защелочки Так И Подключаем Сам Сенсор Есть И Аккуратно Приклеили Его На место Так И попробуем Сейчас Его Запустить Берем Блок питания Подключаем Зарядку И Включаем Вот Видно Батарейка Засветилась Значит Можно Собирать Дальше Так И нам Надо Припаять И поставить На место Батарею Так Значит Место Есть Так Вот Соренем Шлиф Используем Для батареи Тот же Двухсторонний Скотч Снимаем Вторую Защитную Пленочку И Устанавливаем Батарею На место Где-то Так Примерно Убираем Остатки Припоя Так И припаиваем На место Есть Убираем Остатки Второго Провода Так Еще раз Проверяем Включаем Планшет Смотрим Вот Он Запустился И Заряжается У нас Батарея Еще раз Проверяем Как тут Все У нас Лежит Батарея Защелки Хорошо Закрываем И Скручиваем Вот Таким Образом Происходит Замена Батареи Китайских Китайских Кланшетах Показали Мы Вам На Примере Гок Левер ТАП 7500 Закручиваем Болтики Вот И Все Готово Спасибо Вам За Внимание Подписывайтесь На Наш Канал Всего Доброго До Свидания